добрый день дорогие друзья здравствуйте здравствуйте уважаемые зрители мы находимся на канале майкла мелехова то есть на моем канале и в общем то достаточно редкий случай поскольку все программы которые я веду они эти программы идут на канале центра сангейс но это тот самый вариант когда я решил что будет наверное лучше всего дней для всех это неоднозначно когда это будет на канале вот на этом канале кому надо тут найдет кому не надо тут не найдет это не вопрос вообще-то говоря но мне помогает сегодня менеджер центра сангейс артем дырьянов артем здравствуй здравствуйте майкл всех приветствую ну и у нас сегодня по сути вообще-то пресс-конференция такая да по вопросам ответом ну и друзья будем ожидать ваши ответы вопросы если таковые будут приходить да ну что поехали артем у тебя есть вопросы которые кстати нам пришли по электронной почте по интернету ну и которые с этим у артема тоже есть то есть о чем пойдет речь очень довольно насущно сегодня ситуация и очень серьезная ситуация в частности буквально вот пару дней назад я вел программу на вечернем чикаго есть такая программа на радио и мне задавал вопрос ведущий могу расскажите а что нам это надо для чего нам это надо что это нам дает вообще вот это знание вот это вот но речь шла правда крипто монета поскольку финансово не только крипто финансовых рынках но все же это связано с рабочими профессиями правильно ведь здесь финансы но мы же получаем в общем то деньги когда идем на работу правильно за эти деньги мы покупаем насущные продукты товары и так далее и живем в материальном мире находимся поэтому это важно но и когда задается вопрос такой но это довольно обширно довольно объемный вопрос мы сейчас будем потихонечку там к этому переходить более детально но я в общих чертах то есть мир не будет таким которым он был до сих пор это довольно многим уже понятно и ясно жить прошлым это уже это бесполезно это никогда не было правильным то есть прошлое это хамас или невежество по-русски ну и мир меняется и меняется все полностью если сегодня мы видите вы видите меня без маски и артема то я вас уверяю что если бы я хочу приехать туда а он хочет приехать сюда маски потребуется первое второе потребуется еще другие какие-то меры поэтому это уже одно говорит о том что так она есть и потом опять же тот самый крипто рынок который почему-то откуда-то возникли кому нужны вот эти монетки а для чего просто так не бывает это 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 новый мир и новая профессия вот давайте мы об этом поговорим а потом если будет желание углубимся артем какие вопросы есть насущные такие я хотел начать информации такой так сказать вступление о том то что мировой вот экономический форум говорит что 85 миллионов профессий которые на сегодняшний день существует 2025 году исчезнут и на место их появится естественно новые профессии вот и сегодня не секрет что инновации новые технологии кардинально меняют рынок труда вот и появляются новые технологии за этими технологиями стоят новые компании которым в частности требуются новые сотрудники вот и давайте вот сегодня затронем сейчас первый вопрос такой по образованию по поводу образования по поводу классического образования который на сегодняшний день у нас есть которому мы привыкли это школы и институты которые дают специальность которая в принципе сейчас новым так сказать в новых обстоятельствах уже не актуально вот что с этим делать куда идти где брать новые знания 85 миллионов профессий рабочих мест я прошу прощения может быть я оговорился мест да ну это дело другое это я не думал что настолько много в профессий да вот но тем не менее если считать что тогда получается 1 к 100 да значит 8 миллиардов людей 85 миллионов да это это соотношение 1 к 100 если убрать детей и стариков так я вообще получается что все исчезнет скажем почти все исчезнет ну это похоже это похоже то есть оно как бы может быть профессия это сама не исчезнет да но она будет совсем другая то есть совсем другое будет обучение ну и поскольку философию не хотелось бы углубляться но тем не менее если мы возьмем за основу то образование которое было на земле скажем скажем ну скажем ну скажем лет тысяч так десять тому назад как минимум да то в общем то обучали совсем по-другому и другому обучали то есть вообще-то обучали как быть счастливым человеком да это это есть предназначение человека а сегодня мир озабочен как приобрести профессию но профессия не дает счастье вообще-то говоря и никогда не давала то есть получается что профессия это отношение между работодателем и работником которая как бы не основана на принципах счастья я такой я такой я такой счастливый что ты у меня начальника начальник говорит приходит и говорит вот я такой счастливый о том что ты мой работник но это только может быть отношение секретарша и так сказать может быть в какой-то момент испытывают какую-то там другие эмоции скажем но как правило это соотношение не работает по этому принципу то есть я уже много раз рассказывал когда ну собственно это не я рассказывал это рассказывал очень серьезный человек известный человек когда говорил поднимите 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 и поднимите 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 по да это то убрали вот эти точечки, которая была ЙО и КРО. Сейчас вообще непонятно, да, а вот эти кропки под фармский убрали. То есть образование совсем не то, которое хотелось бы, чтобы оно было. Тем более, что я уже говорил, образование основано на образах, допустим. Вот как выучить японский, китайский или корейский, допустим, язык? Ну, с этими иероглифами. Говорят, ну, ничего не понятно. А вы представьте эту коробочку, да, с этими завитушками какой-то, как образ представьте. Тогда он запомнится, намного проще запоминать. И так надо делать. Поэтому всё основано должно быть на образах. Мы ведь созданы по образу и подобию, верно? Если мы созданы по образу и подобию, образу, да, это означает, что и образование должно быть таким. А у нас не образование, а, не знаю, назвать это и обучением нельзя, поскольку там нету самого главного элемента. Но мы идём, понимаете, как это здорово. Мы идём в ту пору, когда всё будет меняться. Ну, и назрела необходимость и совершенствование. Это я слышу, правда, уже лет, не знаю, несколько десятков лет слышу, что назрела необходимость изменения, допустим, образования, да, так говорят. Ну, я бы сказал не образование, а обучение, поскольку это слишком похоже, да, чтобы это называть, вот, в школах, допустим. Она не просто назрела, её просто коренным образом надо менять, но будет меняться в соответствии с профессиями, которые будут появляться. В этом плане я имею в виду. Вот. Ну, если так, если можно сказать, я так вот ответил бы на этот вопрос. Понятно. Спасибо, Майкл. Ну, я когда вот готовился к программе и к своему удивлению, кстати говоря, обнаружил то, что, ну, по мнению многих издательств, таких как тот же самый, значит, форум, мировой экономический форум, Forbes, у них у всех есть списки профессий, которые будут востребованы в ближайшие 5-10 лет. И всё, все эти профессии, они как-то вокруг да рядом связаны с IT-технологиями. И они выделяют, здесь на первом месте стоит электронная коммерция, на втором стоит Big Data, это технологии хранения больших данных, Cloud Technology, облачные технологии, сюда же можно отнести шифрование, роботизация, искусственный интеллект, как его ещё говорят, дополненная реальность. Вот, что бы вы могли сказать, Майкл, по поводу вот этих профессий, да, и направлений, так сказать, по поводу искусственного интеллекта, может быть, что-то скажете? Вот такой вопрос. Ну, вот это как раз ответ, который сейчас Артём дал, вот Альмеры, какие профессии будут актуальны? Ну, вот Артём уже несколько профессий дал. Но дело в том, что сегодня ведь нам думать надо было бы, скажем так, не о профессиях. Понятно, что это очень актуально, мы должны идти где-то и зарабатывать, добывать, скажем, деньги. Раньше добывали там эти охотники, добывали мясо мамонтов, да, на пропитание, о профессиях шли. Речь-то не шла никогда, казалось бы, да, вот, они как бы совсем по-другому сняли, какие профессии. То у нас сегодня мясо мамонтов, ну, мамонтов уже вымерли, более того, уже и коровы скоро вымрут, уже вообще всё вымерет. Вот, а зато будет у нас китайская капуста, к примеру, да, которая очень и очень похожа на капусту внешне, но она синтезированная, да, вот. Да и мясо синтезированное, и всё, что хотите, синтезированное. Вот эти профессии, они, с моей точки зрения, являются суррогатом нашего существования. Тут дело в чем. Ну, во-первых, не профессии, созданные для нас, да, а мы созданные для чего-то. И поэтому я знаю, что у тебя есть вопрос о том, каждому человеку свойственна определенная какая-то профессия. Вот. Вот у тебя двое маленьких детей, правильно? Да, у меня двое маленьких детей, я очень, конечно, беспокоен их образованием. Да, ну вот. И эти детки, да, но рано или поздно они станут взрослыми, рано или поздно они приобретут профессию, рано или поздно они пойдут где-то там, скажем, зарабатывать деньги, создавать материальные, как говорится, ценности, да. Но вот, и каждый человек, это не огульно взять и сказать, вот эти профессии сегодня актуальны, да. Подходите ли вы, подходим ли мы к этим профессиям? Соответствуем ли мы им? Они есть, правильно? Но я просто расскажу, как было раньше. Сегодня мы потихонечку, это, друзья, это у нас начало. Количество людей, я специально, меня не интересует, кому надо, кто-то найдет. Количество людей сегодня присутствующих на этой программе, тем более, что у нас в Сангейс в это время идет как раз-таки медитация. Ну, то есть, часть людей там сюда не придет. Ну, вот. Ну, и тем более, что не так много людей знают о том, что здесь вообще этот канал существует. Я очень редко это делаю в программе. Но я хочу сказать, что в прежние времена, тоже уже рассказывалось об этом, существует, понимаете, группы людей, которых называют сословия. Так существовало и так есть, и так сегодня это есть. Просто мы об этом не знаем, поскольку нас, так сказать, не поставили. Я напомню, есть брахманы, да, брахманы, да, брахманы, да, есть шатри, есть вайша, есть шудры, да. Значит, брахманы – это сегодняшние преподаватели, учителя, ученые, да. Вот. Это люди высшего сословия, которые знают законы, скажем так. Законы мироздания, законы существования. Учителя. Второе – есть люди, которые сражались. Ну, в то времена люди сражались, да. Это сегодня – это какие-то генеральные директора, да, высшего звена, президенты, допустим, да, сегодня. Сегодня это какие-то крупные руководители, министры и так далее. Вот это люди, их называли кшатри. Вайши – это люди, которые, люди среднего звена, если говорить о бизнесе, и в то же время это земледельцы, допустим, да. Это земледельцы в каком плане? Это купцы, да, это менеджеры, это люди, которые торгуют, короче говоря. Вот. Это торговцы, которые продают, да. Вот. Ты не можешь совмещать в себе, да, скажем, две профессии, которые люди совмещают. Ну, к примеру, да. Если ты преподаватель, вот и преподаватель. Ну, к примеру, да. Ты доктор. Доктор. Если ты доктор, ты учишь людей, ну, в идеале, жить здоровыми жизнями, правильно? В то же время, что делает доктор? Доктор, сегодня, в наше время, он мотивирован количеством своих пациентов, поскольку он же получает деньги от них, правильно? Да. И вот он приходит, этот доктор, приходит на, к примеру, радио. Я знаю, у нас сплошь до рядом. Доктора выступают на радио, платят, понятно, за это время. И рассказывают, как надо прийти, как надо быть. И всё заканчивается тем, вот мой телефон такой-то, вы приходите ко мне в офис, я вас обследую и так далее, и так далее. То есть, какие профессии он совмещает? Он совмещает первую высшую профессию, будучи доктором, как учитель, правильно? И с другой стороны, он находится менеджером. Он сам себя, ну, менеджирует, да. Он сам про себя рассказывает, какой он классный, какой он крутой, как у него, какое оборудование, да. И приходите ко мне в офис. Вся мотивация, но он же платит деньги. Это он, соответственно, хочет и получать деньги. Ну, вот, что здесь неправильного? Изначально это неверно. Ну, неверно это изначально. Почему? Потому что ты или менеджер, или ты доктор. Если ты доктор, давай и лечи. Найми себе менеджера. И беда состоит в том, что, первое, он не знает этого, и он раскрачивает свою энергию на ерунду. И это будет отражаться на его личном, скажем, здоровье. Потому что энергия должна быть направлена, соответственно, своей, твоей матрице, кто ты есть, да. Только в этом направлении. То есть это, мягко говоря, не рекомендуется делать. Или, допустим, ты, к примеру, руководитель, скажем, высшего звена. И в то же время ты берешь и продаешь что-то на интернете или где-то еще. Ну, вот ты в себе совмещаешь две несовместимые, так сказать, профессии, энергии. Поэтому раньше, как делалось, ребенок научился ползать. Ну, дети обычно ползают, а потом они начинают ходить. Правильно? И вот они ползают, их запускают в комнату, и в четырех углах этой комнаты хранятся книги. Это высшее звено. Хранятся какое-то оружие, там блестящее, там лежат, не знаю, там мечи, там ножи и так далее. В третьем находятся там мешки, там зерном, допустим, мотыги какие-то. Точнее, нет. В третьем находятся, да, мешки зерном. А в четвертое орудие, так сказать, ну, копать, ковать, пахать, там, не знаю, вот, лопаты, керки, там, и так далее. Ну, и куда поползут ребенок? Ну, вот, вот это его профессия. Так по-простому определяли. Но вообще-то раньше были астрологи, нумерологи, психологи. Они знали про человека, и по дате рождения, вот, допустим, как я, например, довольно просто можно определить, кто человек и есть. Ну, вот, давай мы для интереса, значит, проведем эксперимент, когда родился, кого ты хочешь посмотреть из твоих деток, кто тебя больше, допустим, волнует. Дай мне дату рождения. Так. Хотя бы тебе месяц. 9 сентября 2019 года. Значит, это старший или младший? Это младший. Вот тебя волнует больше младший, не старший? А мне как-то на ум сразу пришло дата младшего, поэтому я не учил. Раз пришло, значит, пришло. Вот, значит, это мальчик, девочка? Мальчик. Мальчик. Ну, для начала, надо сказать вот что, для начала. Мальчики, они мамины, девочки, они папины. Если мальчик и мальчик, тогда, значит, первый мальчик, ну, он больше берет качество папой. И вообще, если это мальчик и девочка, то как раз-таки, ну, примерно 75%, где-то так, качество, допустим, мальчик берет маминой, а девочка берет папиной. Здесь много нюансов, но тем не менее, то есть надо всегда смотреть еще и родителей, без сомнения, как с родителями происходят дела. Ну, и вот, кто такие, допустим, кто такой твой мальчик, который родился, вот, какого ты говоришь, 9 сентября? 9 сентября. 9 сентября. Ну, для начала, значит, здесь есть две планеты, да? Значит, это Марс и Меркурий. Они дружественные планеты, то есть это хорошее, как бы, сочетание. И вот Марс, он как бы отдает, поскольку они дружественные, они друг друга поддерживают, да? И вот Марс отдает энергию как раз-таки Меркурию. И вот, допустим, качество человека, который родился в этот день, ну, скажем, авантюры, риск, Марс, авантюры, риск, очень живой, очень такой ум, да? Вот, живой ум, но, поскольку это Марс, то могут, рискуют нажить себе много врагов откровенностью. Значит, поэтому, ну, смотрите, ребёнка до пяти лет, считалось всегда, до пяти лет его никто не трогает. Он бог и царь, да? Ну, конечно, не надо позволять садиться на голову, но, в принципе, его не надо воспитывать до пяти лет. А после пяти лет его воспитывать надо. И готовить его уже, так сказать, какой-то определённой профессии, воспитывать. Воспитывать не в плане профессии, нет. Ну, просто надо знать и, как бы, уже для себя, родителям готовить этого ребёнка. С 16 лет его надо воспитывать под готовкой к профессии. Ну, я заканчивал в 10 лет, сейчас, наверное, уже нету 10 лет, не знаю. Поэтому в 17 лет я уже, так сказать, в институте был. А вот в 16 лет, ну, сегодня, наверное, в 18, да, дети поступают в институте и так далее. Вот. Какие, значит, профессии могут быть? Ну, наблюдательность, критичность есть и способности конструкторской инженерной работы. Вот, есть, да. Предпринимательство и организация производства. То есть, все процессы, которые у нас идут, такие люди могут желать автоматизировать и механизировать. То есть, не просто там, так сказать, вот как этот Стаханов, да, делал. Он взял, он единственный, первый. Он принёс вот такое понятие, как разделение труда. Ну, кто-то, многие, наверное, не знают, кто-то был Алисий Стаханов. Вот, Стахановское движение. Вот. Он там не просто долбил этим отбойным молотком, там, уголь, да, в шахте, да. Но надо было не просто долбить, надо было складывать, подносить. Короче, разделение труда. Каждый занимался своим делом. Так вот, сегодня, ну, не обязательно там людям, допустим, в шахту спускаться, да. А можно каким-то образом это всё механизировать. Ну, вот он как раз-таки, вот твой сын может быть. Кроме этого, поскольку это связано с Марсом, то он может быть, к примеру, хирургом. Он может быть донтистом. То есть, работа с какими-то, ну, достаточно точными инструментами. Знаете, бывают люди, вот, они, ну, на ощупь могут определить точку, допустим, куда-то, входа. Если это хирург, допустим, да, конкретно, нащупать точку без всяких этих самых приборов. Бывают такие вещи. Ну, вот у него вот это вот есть. Научные какие-то направления могут быть. А способности к философии есть. И писатель могут быть, да. С другой стороны, правда, расположены таким занятием, как освоение, допустим, вот, ну, к примеру, скажем так, сегодня люди переезжают из городов, там, в деревню, говорят, да, двигаются. Ну, вот, освоение каких-то новых земель, да, то есть, какое-то, вот, зеленые агротехнологии, зеленые какие-то технологии, допустим, могут в этом присутствовать, да. Вот, вот, внедрение, но, опять же, связанное с внедрением механизации автоматизации. Вот, пожалуйста. То есть, новое влияние, которое вот вначале ты говорил по поводу того, что вот сейчас новые технологии, вот, он как раз-таки по этой части. Вот, новые технологии, новое внедрение – это новаторство, конструкция какая-то. То есть, два варианта, которые он может выбрать, два варианта, вот этот вариант, который такой, а второй вариант, все же, ну, не знаю, философия и писательство, не знаю, насколько это принято. То есть, я думаю, что он более живой, он не сидит, наверное, на одном месте и не думает, да, он где-то бегает, прыгает и так далее, да. Ну, вот и все. Благодарю, Мальчик. Спасибо большое. Да, ну вот. Поэтому, ну, вот такие вот вещи, да. В то же время, значит, оригинальные какие-то идеи могут принести ему в направление, поскольку мы и об этом тоже говорим, в направлении какой-то финансовой деятельности. То есть, когда он подрастет, он может себя запросто, так сказать, помогать тебе, заменять тебя в том, чем ты занимаешься, ну, или наоборот, обучать тебя, поскольку дети, они это гораздо быстрее воспринимают. Ну, вот в таком плане, то есть, профессия, еще раз, существует такое понятие, у нас есть такой вопрос, по-моему, да, предназначение, верно? Да, есть такой вопрос, предназначение человека, что это такое вообще, в принципе? Ну, вот здесь, если брать, убирать у себя, допустим, скажем, все остальное, вот именно в этом, то предназначение человека, вот быть в данной профессии хорошим специалистом. То есть, бывают случаи, это не редкость, это намного чаще, чем хотелось бы, о том, что человек начинает задумываться, а тем ли я занимаюсь, вот, понимаете? То есть, уже проходит время, и он начинает думать, 20 лет человек работает, 30 человек, а правильно ли я делаю, что занимаюсь именно на этом попричьем? Ну, вот. Но, с другой стороны, предназначение человека, как я вам сказал, это быть счастливым человеком, да? А счастливым человеком, это быть, вообще-то говоря, везде и во всем, в том числе на предприятии, на работе. Если у вас, ну, к примеру, человек занимается бизнесом, да? Я приводил пример. Ко мне приезжал, ну, довольно известный такой человек, вот, Сергей Серебряков, ты его часто там, это самое, вспоминаешь, там. Ну, я его приглашал, и мы с ним как-то пошли на концерт, да? И вот он мне показал, он хороший специалист в отношениях, в том числе, да? Очень много мы с ним сделали программ. Надо будет где-то в архивах пошукать программки, там интересная у него, конечно, программа. Ну, вот, а на концерте выступали, я уже рассказывал, о Путине вором. Ну, ну, это было, я не знаю, 10 лет назад, наверное, вот. Они выступали у нас в Чикаго, и он говорит, у них плохие взаимоотношения. Ну, видно, видно, как они ведут и на сцене, и всё, видно. А он замечает это, очень замечает. А я говорю, и что? Ну, говорит, половина замок. Такого никогда не было. Их довольно любят везде, да? И они собирают зал. А у нас ползала было. Почему? Это странно, да? То есть, о чём идёт речь? Если отношения в семье не самые хорошие, да? То, соответственно, и бизнес никуда не пойдёт. То есть, вопрос только времени, когда и чего. Опять же, кто занимается бизнесом? Он или она? Это всё нюансы, это всё предназначение человека, для чего и кто мы есть. И тут есть много других нюансов. Ну да, пойдём по вопросам, а потом я поделюсь там кое-чем ещё. Так, ну если уж мы говорим о профессиях, то, ну вот я копаюсь тоже в интернете, готовясь к передаче, наткнулся на такое, если можно назвать, конечно, это профессия, вид деятельности как инвестиции. Я знаю, что вы в этом специалист, и вы не могли бы немного об этом рассказать, но вот я хочу сразу заранее отметить несколько, так сказать, классических видов инвестирования. Это банковский депозит, можно в золото, в драгоценные металлы, то есть инвестировать в акции, ценные бумаги, вот в недвижимость можно инвестировать. И также вот недавно на рынке появился новый вид инвестирования, это инвестирование в криптовалюту. Вот бытует мнение, конечно, то, что это какая-то спекулятивная деятельность, там казино, лотерея или ещё что-то в этом роде. Вот как бы могли прокомментировать этот вопрос, Майкл, вам слово. Ну, по поводу последнего, это последнее, да. Значит, золото, да, инвестиции, куда? Вообще, в принципе, это хорошая методика, поскольку у меня есть очень хороший мой приятель. Он занимается 40 с лишним лет, занимается бюджетом семьи. И мы с ним провели, кстати, программы с Сангейс, провели несколько программ. Они где-то есть, но они не заинтересовали многих людей, поскольку, ну, как бы, ну, с одной стороны, вы-то в Америке, а у нас совсем другое. Но принципы одинаковые. Создание бюджета. Что такое бюджет? Есть люди, которые у них в руках не держатся деньги, да, они их разбазаривают. Они их... Постоянно борьба идёт за выживание, за существование. По многим причинам. Они не знают, такие люди, они не знают, для чего они предназначены. Я не беру даже в расчёт, там, кармы, там, и всё остальное. Хотя и здесь это, конечно, есть. Это всё связано. Да и даты рождения, они же об этом и говорят, это же хронические всё вещи. И вот бюджет семьи состоит из того, что деньги куда-то откладываются. Но тут есть нюансы, и мы привыкли к тому, что деньги надо откладывать где-то, да, и хранить их в банке. В банке это хранить... У нас, понимаете, нас этому не научили, друзья. Я недавно разговаривал с одним моим знакомым. Ну, он в России живёт, да. И я говорил, ну, на моей-то памяти это было, я-то это помню. Я помню, когда людей назывались спекулянтами, да. Но я, будучи студентом, я меломан, вообще-то говоря, был и есть. Я помню наизусть все песни Советского Союза, все, вообще-то говоря, наизусть, все песни на слух. Да, к примеру, да. Все эти вокальные инструментальные ансамбли, все на моей памяти, вот эти, градские, там, это всё было. И я к чему это говорю? Ну, и понятно, не только Советского Союза, разумеется, да. И, значит, Запада, как мы это называли, хотя для меня сегодня, я уже понимаю, что и Советский, и бывший Советский Союз, и Соединённые Штаты, это всё равно Запад. Восток находится там, где он находится, Восток, вот и всё. Ориент, так называется. И вот у меня, я, будучи студентом, да, я, будучи студентом, у меня были пластинки, лицензионные, я помню, сколько они стоили, 15 долларов стоили, Аба там, у меня и сейчас есть. Самое интересное, я, может, у себя представить, привёлся к собой. Да, лицензионные пластинки фирмы «Мелодия». У меня есть пластинки, вообще, раритеты. Мне подписал пластинку «Ленона и Авось», и «Арфея Вредика» подписан, у меня есть подписанная пластинка. У меня есть, вообще, первая пластинка Игоря Николаевна, когда приезжал, я ему показал пластинку, он мне говорит, ну, да. И у меня были пластинки западные, но это называлось спекуляцией. Они стоили 35-40 рублей, когда в то время, да. А эти 15 рублей стоили, я говорю, доллара, рублей. Вот фирмы «Мелодия», да. Ну, где? В Москве, в Ленинграде они стоили. В Минске было чуть-чуть подешевле. Прибалтики чуть-чуть. Но это все называлось спекуляцией, понимаете. И вот тогда. Сегодня это называется уже бизнес, сегодня все по-простому. То есть, есть вариант, вот, инвестирования, да, или какое-то, вот, ну, барыжничество, называлось так. Нет такого слова. И спекуляция, нет такого слова. Это придумали, понятно, в Большом Союзе, в Совке. В мире такого никогда не было и нет. Вот. Но сегодня модно, модно вот куда-то инвестировать. Ну, на мой взгляд, самая главная инвестиция – это в самого себя, в знания свои. Все должно быть, это всем понятно, да. Почему? Потому что если у тебя в голове есть какие-то идеи, ты их можешь притворять в жизнь. То есть, вместо того, чтобы, смотрите, куда инвестируют, что люди делают. Первое. Они хранят деньги, да. Деньги – это энергия. Это не просто, там, банкноты, там, монеты и так далее. Это энергия. Только и исключительно, да. Значит, энергия, она на месте не стоит. У нас все двигается, да. Вот. Мы живем благодаря энергии. Мы не живем, потому что сердце бьется. Сердце бьется, потому что энергия есть. Поэтому оно бьется. И мозг функционирует, соответственно, образом, да. И это все энергия. Просто нас это… На Востоке это мучат. У нас это не мучат, понятно. И вот, что мы делаем. Мы храним деньги в банке. Не в банке, а в стеклянной банке. Храним деньги. Под подушкой, под матрасом, где-то в тайниках. Да. Ну, приходит… Рано или поздно приходит время, когда они там сгниют, там, сдует этот дом вместе с тайниками и деньгами. Ну, просто сдует и все. Сегодня эти торнадо сдувают, и что вы будете делать? А в банке лучше хранить? В банке, который банк, финансовый институт банк? Очень сомневаюсь. Во-первых, что значит вы храните деньги в банке? Кто этим пользуется? Вы – нет. Вы не пользуетесь этим. Это не является инвестментом, потому что банки ни хрена не платят сегодня. Банки, наоборот, зарабатывают. Вот они-то как раз-таки получают. Мы – нет. Мы не получаем. Но мы-то не знаем. Нам не было дано, так как не было дано понимание о том, что существует отношение, которое называют бизнес-отношение. Не бизнес-отношение, а получать где-то и зарабатывать. Бизнес – от слова «бизи». Двигаться все время надо двигаться. Движение, бизнес – «бизи», занятость. Понимаете? Вот. И это сегодня в современном мире, и тем более в Соединенных Штатах, это всегда было. Уже десятилетия, столетия это все было. Но только, к сожалению, это довольно поздно доходит до определенных других стран и так далее. Вот. Что не есть курушок, будет так говорить. Поэтому это не инвестирование, допустим, в банки. Это не самый лучший вариант. Бюджет создается из чего-то какого-то другого. Мы сейчас не говорим про бюджет, поскольку, вот, если я еще раз будет желание, я пригласил бы вот моего этого друга, профессора, кстати. Вот. Но об этом он говорит. Но у него своя специфика, это, опять же, не для всех. Оно не вызвало интереса, он был не один раз. Да? Значит, тогда куда инвестировать? Ну, в реал-эстейт это модное сегодня и всегда было, и на века, да? Но такое впечатление о том, что реал-эстейт, допустим, да, будет вечно. И он все время будет расти, 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 расти до определенного момента. Я сейчас такую, скажу, страшную вещь, страшную, да, для многих. А если там некому будет жить, это как некому будет жить? Но, простите, сегодня мы приближаемся в Соединенных Штатах к миллиону, ну, официальная статистика такая, к миллиону, на самом деле значительно больше, но, тем не менее, к миллиону умерших людей от ковида, допустим, да? Ну, официально, 880-90, да? Да, да и в мире уже сколько, очень много, да? То есть людям, простите, мрут как муки, да? И вот наступит момент, и он, собственно, наступил уже. Он не очевиден. Я об этом говорил. Поскольку я занимался много лет, я занимался реал-эстейт, недвижимость моими, как говорят, ключами. Две американские академии реал-эстейт. Причём с очень серьёзными экзаменами, с очень серьёзной лицензией. Здесь, боже упаси, нельзя где-то там договориться и где-то кому-то продать свою квартиру. Если об этом узнают, то это будет очень и очень нехорошо. Вот. Здесь, как бы, законы соблюдают, как говорят. И, к примеру, недвижимость, реал-эстейт или недвижимость, она сегодня находится в глубоком, глубоком, ну, эпитеты не буду называть, все понимают, глубокой, да? Вот. И причём речь идёт, у меня есть много информации. Как-нибудь я на канале Сангейтс, я об этом расскажу, о чём идёт речь. Вот. И примерно, примерная, да, возможная дата окончания bear market, что называется, bear. Ну, есть быщий рынок, да, по-русски. А есть bear или медвежий рынок, когда всё идёт вниз. Знаете, до какого года? В 88-го года. Это код. Такой определённый код. Почему вот 88-й год? Ну, вот так. Короче говоря, очень и очень глубоко и очень и очень далеко. Поэтому тоже нет. Тогда куда? Если не в себя. Потому что в себя люди не хотят инвестировать. Учиться – это самое тяжёлое, самое сложное, что может быть. Сегодня я провёл урок на моём курсе биржевом, да? И там человек пишет. Ну, вот я не все уроки просмотрел. Это как понять – просмотрел? Ты не просмотреть их должен. Ты их должен знать, как хочешь наш. Ты их должен изучить вдоль и поперёк. Всё уроки. Ты хочешь что-то поменять в своей жизни? Хочешь приобрести то ли профессию трейдера, то ли профессию преподавателя. Вот здесь мы сейчас переходим именно в эту сферу. Кем человек может быть? Я приводил пример. Ну, как бы такой пример. Приводит, допустим, ребёнка приводит в гимнастику. А, ну, слышал, что это воспитатель олимпийских чемпионов. Ну, как у нас известная Елена Чирковская, Тарасова, допустим, это всем известная, да. Мастера, вот, значит, фигурная катания, допустим, приводят. Ну, никогда, допустим, Тарасова не было олимпийской чемпионки и ничего. А как же она воспитывает? Ты вот приводишь к человеку и спрашиваешь, говорят, вы воспитываете олимпийских. Да, вот воспитываю. Вот эти, да, да, ну, классно, да. А вы сами-то были олимпийских? Нет. А какое вы имеете право тогда воспитывать? Как это так? То есть получается... Или доктор, да. А чего люди ходят к доктору? А они ничего не болеют? Так ты вылечи себя тогда для начала. Чего ж ты себя не можешь вылечить, расскажите? Какое ты имеешь моральное право, понимаете, лечить нас, если ты сам болен, понимаете? Вот. Странная вещь. Оказывается, еще раз, есть люди, которые, ну, в данном случае, биржевой трейдинг, да. Ты можешь быть преподавателем, а ты можешь быть трейдером. Это же две вещи. Или ты представитель высшего звена, высшего сословия, браво, учитель. Или ты пахарь. Ну, вот я сейчас тебя научу, как пахать, допустим. Вот. Берешь ворону там, понимаешь, быка там запрягаешь. Или трактор, понимаешь, трактор. И пашешь, да. Ну, почему нет, в конце концов. Есть разные варианты. Вот. Поэтому инвестировать, скажем, опять же, в себя было бы лучше. В реал-эстейт не самый лучший вариант. А вот крипто не в крипторынах. Почему? Потому что это пассивный инвестсинг. Но дело в том, что за крипто, да, но это в конце больше, более подробно, наверное, поговорим. Но крипто это новый мир. Да. Новый мир с новыми отношениями. Ну, наверное, многие здесь были и слушали, допустим, эфиры, и слушают эфиры, допустим, с Галиной, к примеру, да, которая говорит о том, что... Ну, я задаю вопрос, сколько людей будут находиться в виртуальной реальности, в метаверс, или метавселенной, да, вместо Фейсбука, да. А что-то они такие больные. Ну, слушаешь, гениальный пацан, который создал такую серьезную социальную сеть, да, самую большую в мире. То есть, дурачки и дилетанты таких вещей не делают. Это очень серьезная вещь. Если он решил поменять, так это уже сам показатель того, что... Для чего? Ну, для того, что мир меняется. И мы там будем. Хотим и не хотим. А чего сегодня дети вот эти вот, которые играют в эти игры, там, компьютерные? А что? Ну, а когда компьютеров не было, а что они делали? Они играли в игры, а мы что во сне делаем, расскажите? Мы спим, но мы же во сне летаем куда-то в совсем другие реальности, верно? То есть, вы не представляете, мы не представляем, в каком мире мы живем и насколько он интересен, насколько он неизведан. Но мы очень конкретно и предметно подходим к этому вопросу. Это наша беда, а нас не научили всего лишь. Вот у нас есть вариант этому научиться. И в профессии научиться. Я в свое время стоял... Ну, я об этом говорил, но очень редко. Поэтому я на этом канале говорю. О том, что я стоял в самом большом выставочном зале Соединенных Штатов Америки, в Лос-Анджелесе, на сцене. Там, где Оскара вручали 50 с лишним лет. Я такой же редкарпет был. И сцена, огромная сцена, и огромный зал. Там же 6,5 тысяч людей, которые смотрели, как я получал очень серьезную награду, кстати. То есть, я в курсе. Где-то она у меня там где-то стоит. Я даже не знаю, где. На шкопу. То есть, научить профессии или помочь, допустим, скажем... Ну, вот, смотрите, есть профессия, как называется, multi-level marketing, допустим. Новоуровневый маркетинг. Я в нем принимал участие и очень и очень серьезное. Я получал и бенефиты, и действительно. Ну, просто я так умею. Ну, был период, когда я этим занимался. Вот. Давно, там, 20 лет. С тех пор прошло. Но я знаю, как это можно сделать и как можно научить человека. И это гениальная вещь, придуманная. Я не беру в расчет пирамиду, там, Мавроди, там, все вот это. Это я прекрасно знаю. Причем этот Мавроди и близко этим не занимался, когда я, допустим, этим занимался в свое время. Но это предпринимательство называется. Сегодня у нас все предприниматели. Единственное, что не для самого себя, а для общества. Поэтому, ну, смотрите, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Всем известно поговорку. Добавлю. Не имей 100... У меня нет денег, да? К примеру, прийти на курс какой-то, да? Денег нет. Нету 100 рублей. Так ты имей 100 друзей, у которых есть по 100 рублей. И вот тогда мы умножаем 100 на 100, получаем 10 тысяч. И получается, ну, условная цифра. И получается тогда, что мы элементарно строим социальную сеть. Это и есть нетворк. То есть это мое, так сказать, как это называется, афоризм, да? Как мне там один сказал, Майкл, это твой афоризм. Каждый человек – это нетворк. Нетворк переводится как социальная сеть. То есть если мы умеем коммуницировать, да, друг с другом, вот твой сын, кстати, он под влиянием, хотя 9 числа, но у него есть Меркурий. У него вот есть живой ум, у него будет там, значит, способность к общению. Он будет, допустим, слово острое. Он может организовывать многие вещи. Он будет сам от себя, возможно, даже тащиться. У меня есть приятель, который родился 9-го. Нет, 27-го он родился. Но не важно. У меня очень много марсиан. Слава Богу, что я хоть не марсианин. Много марсиан, вот я их так называю, те люди, которые родились 9-го, 18-го и 27-го числа, они любят, так сказать, рулить и командовать. Поэтому мало тебе не будет через какое-то время. Он будет рулить. Ну вот. Поэтому очень интересный момент инвестиция в новые технологии и в новые отношения. Искусственный интеллект – это очень серьезные вещи. Разработка новых каких-то, вот, я даже не знаю, я понятия даже не имею. Но я могу сказать о том, что, ну, смотрите, для тех людей, я уже несколько раз говорил, которые побывают в виртуальной реальности, ну, по разным причинам. Безысходность, допустим. Но вместо того, чтобы взять это самое, там возлияние какие-то делать или там шпилить, ну, так оденьте на себя очочки, да, шлем, вот, что-нибудь еще, и вы попадаете туда, и вам не надо колоться. Слушайте, вы попадаете туда, где есть все, что хотите. Да? Я уже не знаю, насколько это будет на психику человека воздействовать, этого я не знаю. Но то, что это будет, без сомнения, да, оно уже есть, вообще-то говоря. Я помню, я купил телефон, этот, я не люблю айфонов, лично я просто знаю, я андроиды купил. И вот я купил первый, значит, телефон, там давался Oculus, этот очки, виртуальный, надо было туда загрузить, это Samsung 8. Вот. И вот я, то есть вставляется туда телефон, одевается вот этот вот, очки эти одеваются, и ты попадаешь в эту реальность, ну, конечно, это, ну, как аватар, короче говоря, когда пить этот аватар, когда смотришь. Сейчас, кстати, вышел второй, по-моему, аватар, или выйдет, выйдет он, да, из трех частей. 22-й год, 24-й, 26-й, по-моему, Вот они будут. Вот примерно так. Вот в этих очках ты сидишь, 3D, да? Ну, какой там 3D? 3D, это вообще детский сад. Вообще-то 5, 6, 8, ну, и так далее. Пока мы еще до этого не дошли, ну, дойдем, короче говоря. Вот. Вот это очень серьезная, и, конечно, люди уже возрастные вряд ли это освоят, но дети, да, дети, да, в элементарной вполне. Ну, и вот инвестиции для нас, допустим, да, инвестиции сюда очень предпочтительны, потому что, ну, в виртуальном мире все равно надо будет платить виртуальными деньгами. Я уже говорил, а крипто это и есть виртуальные деньги. Вот и все. И по-другому не будет. Вот туда можно инвестировать. Вопрос, когда, когда и куда, в какие-то, есть разные нюансы, разные моменты. Но как правило, теоретически, да, есть еще другие, конечно, нюансы, но это долго тогда будет. И так я слишком пространно. Какие, что у нас еще дальше есть? Майкл, а что вообще делать тогда человеку, который вот оказался сейчас вот в этих, так сказать, новых реалиях, человеку, который уже, ну так скажем, за 40, за 50, вот как ему перестраиваться, что ему вообще, как ему быть? Понятное дело, что дети, это вот как бы они там с чистого листа, так сказать. И там все проще. А вот что делать, вот, вот. Понятно. Вопрос, вопрос очень хороший. И здесь нету одного момента, потому что ни у кого. Потому что, если мы говорим, вот о таких вещах, о профессиях и работе, речь идет так, как мы привыкли об этом думать. Значит, я помню, да, когда пришел ко мне мой тесть, значит, а я, значит, сваловал, как говорят, жену с работы, где она получала очень серьезную эту зарплату, чтобы заниматься, вот, сангейцем, допустим, мне хоть кто-то будет помогать, я не могу один, все, что сделаю. И вот, значит, она уже на работу не ходит, а так это надо было в 6 утра, там, значит, каждый раз в Америке, это каждый, ну, сейчас везде, это не только в Америке, надо новую там одежду, наряд, это причпориться, там, такие дела все, собрать, это, в общем, все, там, черте что, вот, а тут и на работу ходить как бы не надо уже, да, вот, и сидишь возле компьютера, приходит тесть, да, а рабочее время, представляете, мы привыкли, рабочее время, 9 часов утра, 10 часов утра, он смотрит, чем вы занимаетесь, а в чем проблема-то, что вы дурака валяете, идите на работу, то есть, то есть, у человека в голове, вот так нас приучили, американец себе, слушайте, ну, есть причины, почему человек занимается, ну, мало ли, он сидит и думает, он, откуда мы знаем, а вдруг он, этот, роденовский мыслитель, вот, он только непонятно, раньше было, вот так сидит, а потом он вдруг начал, вот так вот сидеть, эффект этой самой, этого, да, странный, так вот, нас не научили думать по-другому, то есть, мы как-то все должны бежать на работу, и творить что-то такое, мы должны творить, да, то есть, человек, который создает бизнес-модель, есть такое, есть такое, он планирует, вот, представляете, вот, у меня невестка моя, да, вот, вчера, значит, с ней вот, жена говорила, я ей спрашиваю, ну, что сказала, она говорит, она сейчас бросила все, и только ей занимается, вот, то, чем, значит, было ей поручено, короче говоря, делать, вы представляете, это сидит, человек, десять часов, и что-то делает, выстраивает различные линии, это человек, для этого создан, понимаете, мы понятия не имеем, для чего мы созданы, я делаю консультации, редко, я их не люблю, там, рекламировать, вот, но бывает, люди спрашивают сами по себе, там, нумерологические консультации, да, задают вопросы, и я вот недавно делал консультацию, все, все вообще, все без исключения, не было ни одной человеку, который не поблагодарил бы за то, что действительно, очень много нового и интересного, поэтому, для начала, надо узнать, кто мы есть, и на что мы способны, и после этого, тогда можно или менять что-то, или не менять что-то, опять же, существует, есть много вариантов, ну, к примеру, вот есть вариант, допустим, надо ли учиться, или нужен диплом, ну, вот к примеру, вот у нас есть не диплом, а у нас нет диплом, дипломы никому, лицензия, допустим, лицензия на право работать, допустим, доктором, ну, вы понимаете, какая вещь, Доктора, они много зарабатывают, да, очень много зарабатывают, но люди, которые не живут на этой территории, они не знают о том, что докторам надо, обязаны они покупать медицинские страховки, не на семью, на семью само собой, а которые помогут отбиться от возможных каких-то там нападок. А нападки здесь сплошь до ряда, все что-то друг друга судят и все хотят деньги, то есть сегодня все деньги, за деньги можно все что угодно, оклеветать, душу даже дьяволу говорят продать, можно давно уже продают, кстати, действительно есть такое, да, то есть люди делают черти что, так вот, если доктор может быть не обязательно доктором, он может быть получить не лайсенс, зачем мне нужен лайсенс, лайсенс, лицензия меня обязывает что-то делать, обязательно я должен, я должен выполнять определенные установочные какие-то правила. Вы можете себе представить, онкология, к примеру, да, я не имею права, если я врач, лечить онкологию ничем, кроме как химиотерапия или операция, или рентгенотерапия, химиотерапия, ну или удаление, все, других вариантов нет. Расскажите, какими молитвами он вылечил человека, то есть получается, что, значит, есть доктора, ну не доктора, точнее, ну целители, допустим, да, вот целители вылечили больного с помощью, ну не знаю, каких-то энергетических практик, или молитв, или все вместе, да. Этого делать нельзя, то есть пускай он помрет, получается, да, но главное выполнить закон, ну так зачем, так, закон выполнять надо, я понимаю, но человек сознательно идет на это, то есть он сознательно идет в медицинское учреждение, да, то есть он выполняет установленный порядок, но ведь порядок установлен тоже для чего-то, правильно, кем-то, для каких-то целей он установлен. Мы сейчас не будем говорить, насколько это правильно или неправильно, это человеческое определение, правильно или неправильно, мы вот такими категориями мыслим, но так не надо делать, то есть ты элементарно можешь быть, значит, знаете кем? Я приведу пример, вот, у нас есть коллочи, которые занимаются сегодня не, ну короче, они, обучение у них идут онлайн. Вот, к примеру, у нас идет университет, люди пишут, один написал, мне показали, администратор показал, Майкл, несмотря на ваши регалии, вы меня разочаровали, вы представляете? Я разочаровал человека, кошмар, оказывается, по его, ну это же его мнение, верно, по его модели, по его логике я должен был делать совсем другое, вот. А я, понимаете, не дал договорить Софии Бланк в данном случае, причем передача идет в прошлом году, а он даже не посмотрел, когда это было, и он считал, что это сейчас Новый год, да, уже скоро, да, и хотел получить от нее подарок, да, она говорит, ну я не помню, это было в прошлом году, ну судя по тому, что он написал, вы не дали договорить Софии Бланк, то есть мы хотим получать, мы все хотим получать, но ты сделай хоть что-то, чтобы отдать, тогда ты получишь, понимаете, то есть нас не научили отдавать, вот в чем дело, а ведь это закон, только отдавая мы получаем, то есть мы все не соблюдаем законы, получается, после этого мы еще и обвиняем людей, почему, а мы не получаем желаемое. Это тема совсем других программ, это совсем тема очень серьезных программ, которые будут на Сангейт-центре, ну на главном канале, да, вот, так вот, внутри вот этой, скажем, сцены, то, что видимо, да, вот сегодня, это видимая программа, но внутри находится университет, где люди обучаются, как вести себя правильно, как защитить себя, как медитировать, ну и так далее, и так далее, ну, я же вижу, ну, как бы, всех, получается, да, все направления, направления и огромное количество благодарностей, то есть люди, после того, как они прошли вот это все, уроки, они получают реализацию, то есть учиться, опять мы переходим к тому, что надо учиться в себя, и вот самый главный момент, куда мы сейчас приходим, этот момент, что мы не используем самую главную нашу составляющую, или самую главную возможность, которая у нас есть, самое главное, выше этого ничего нету, но мы идем в этот момент, и мы все, хотим мы или не хотим, будем приобретать, правда, не все будут готовы, и вот этим-то и объясняется, почему кто-то умирает, кто-то не умирает, кто-то живет, кто-то заболевает, кто-то не заболевает, почему идет несоответствие, несоответствие нашего воспитания, нашего образования, обучения с нашей природой, я говорю сегодня о божественности, это не обязательно религия, это не обязательно верить, но мы же знаем, тело, дух, душа, но это всем понятно, всем известно, а что же мы не используем, когда, да, мы только об этом поговорим, да, а в основном у нас тело, тело чего-то хочет, тело чего-то желает, инстинкты, да, четыре вещи, которые никак, ничем не отличают нас от животных, но ты слушаешь эти лекции, поэтому ты, Артем, как бы знаешь, да, это воспроизводство себе подобных, да, это мы знаем, секс, еда, сон и оборона, все, вот эти четыре вещи, не отличающие нас от животных, но дальше ведь идет разум, а разум есть только у представителя человеческого рода, а не у животного, и вот этот разум нам должен подсказать о том, что мы не используем нашу божественную природу, если речь идет о том, что есть люди, которые вылечиваются от смертельных заболеваний с помощью молитв, то это о чем-то говорит, наверное, не все, потому что уже содеянное, уже не вернешь обратно, и возможно уже точка невозврата пройдена, молодое поколение, которое подрастает, мы сейчас говорим о инвестициях, так инвестируйте, дорогие друзья, в свои детей, да, инвестируйте в себя, не в себя, не для приобретения профессии, ну куда человеку, допустим, 70 лет приобретать профессию, ну можно, конечно, да, вопрос не в этом, вопрос в том, что тело, ну рано или поздно распадется, оно же уйдет, но внутри находится то, что потом опять воплотится, инвестируя в себя, речь идет не о профессии, профессия само собой, конечно, надо, да, вот, но, есть закон, который говорит о том, что поднявшись на определенную ступеньку, мы с нее никогда не упадем, вот закон такой, просто нам про него никто не сказал, вот, но он есть, то есть в следующий раз, став на путь познания, даже если, ну, всяко бывает, как говорят, ходим в отдых, вот, и рано или поздно у себя мы там будем, сами понимаете, то в следующий раз нам доведется родиться уже в определенном месте, в определенной семье с признаками дальнейшего образования и постижения, то есть нам будет намного проще, намного легче. Память у нас есть, всех прошлых этих, в принципе она есть. Вопрос другой, что мы достать ее не можем, есть базовая, есть оперативная память, мы не можем перевести вот это все, это все находится базовая, а в оперативную перевести мы не можем, у нас нет мостика этого, к сожалению, да, вот, но теоретически все это возможно было бы вот такое вот, как бы, ну, желание обучаться. Артем, есть еще вопросы? Вопросы закончились, Майкл, у меня. К слову говоря, вот, кстати говоря, вот о тех списках, так сказать, которые, я задумался просто о том, что вы говорили. Да. Совсем с пути. Ну, в принципе, в этих списках топовых профессий, также можно найти и профессию преподавателя, она не совсем на самом низком уровне, она идет где-то шестое, седьмое место у нее, поэтому, вот, ваш университет познания личности, в принципе, формирует людей, которые будут потом преподавать, и также и можно воспользоваться уже готовыми преподавателями. У нас, у нас есть уже результат, ну, во-первых, у нас есть сейчас в биржевой академии трейтинга, Белтик, есть курс, который будет преподавать, пока еще там не набрались количество людей, форум, но человек, которого прослушал, Андрей его зовут, которого прослушал мой курс, и он сейчас будет тоже преподавать, сказать, ну, вот он, как преподаватель будет. У нас идут сейчас курсы в университете, в нашем познании личности, идут курсы подготовки преподавателя с Ольгой Викторовной, он уже начался, так. На подходе курс Игоря Карра «Нумерология», у нас идет, сейчас заканчивается, наверное, первый поток курса ТОРО, и желающие пойдут на курс подготовки преподавателей, ну, про мой курс я уже говорил, это единственный, который я веду курс, вот, ну, что еще? Ну, наверное, пока достаточно, то есть преподавателям можно стать, в общем-то, в любой момент, вообще нет никаких проблем. Более того, сам очень простой вариант, вот я, допустим, сегодня делал, ты присутствовал на уроке, сегодня давал урок, вот, в рамках третьего потока в биржевой академии трейдинга, да, где, значит, ну, есть конкретное указание, вот я смотрю на график, у меня на другом мониторе график, где есть конкретное указание, куда вкладывать. Вот, пожалуйста, есть нюансы. Почему? Вот есть, допустим, люди просто этого не знают, что за этим стоит. Ну, к примеру, монетка, да, сегодня вот эти монеток, ну, вот, у меня, ну, это сувенирные монетки, ну, вот, у меня много тут вот монеток, вот, которые тут, это самое, они в капсулах просто запечатанные, вот, монетки, которые представляют какие-то компании, да, какие-то компании они представляют, вот, вот серебряная, серебряный биткоин, допустим, монета, вот, вот эта монета, шиба, да, которая всем известна, и которая только не этот самый глухой, наверное, не говорит про эту шибу, вот. Но за каждой монеткой есть какая-то определенная технология. И вот если мы знаем про эту технологию, если мы знаем о том, что она из себя представляет, то очень легко предположить, что будет, если, ну, вот эта технология будет дальше иметь, дальше развиваться. Такого не было никогда вообще за всю историю никаких бирж. Не было такого, чтобы монета в течение одного дня давала тысячу процентов. То есть здесь уже, это, конечно, Гэмбелл, с одной стороны, но здесь есть варианты. Здесь есть, я могу доказать, эти варианты, которые четко, строго по математически выверенным уровням дают очень серьезный право. И это нормально этим пользоваться, потому что это обычное нормальное явление. Сегодня в мире оно существует. Просто опять же, вот это вот какое-то непонятное отношение людей, некоторые группы, некоторых стран, непонятное отношение. Потому что я уже приводил пример. Еще 20 лет назад, допустим, вел программы, и они были настолько, ну, наверное, интересны, если там присутствовало больше 100 человек. Сегодня при таком количестве людей 18-20 человек смотрят эти передачи. Где, почему? Нет аудитории. Вот я сегодня беседовал с моим хорошим другом, академиком Петром Савченко, на эту тему. Он говорит, Майкл, ты гениальный, как он выразился, финансист. Да, но много мне там, видите, кто-то делает. Но вот из всех, скажем так, вариантов, финансист в каком плане? Ну, не то, что финансист, я никогда не был. Это Теодор Драйзер написал, кстати, рекомендую почитать, когда ты читал две вещи. Гений и финансист. Вот, романа, да. И вот, но в том плане, что я просто, ну, как бы, вижу, куда направление, куда оно пойдет. И не в плане того, что это, боже упаси, это ни в коей мере не является азартной игрой или кимбл. Для меня, если помнишь, я сказал, это шахматная комбинация. То есть, ну, нельзя же назвать шахматиста чемпиона мира. Кстати, вчера пришло интересное сообщение, у меня это есть, да. Значит, есть такая сайт, называется investing.com. Я смотрю, потому что там квоты, там видно все, да. И вот написано было о том, что присоединил, к нам присоединился. То есть, там статьи пишут некоторые, очень известные, кстати, люди пишут, действительно финансисты. Нам присоединился, знаете, кто? Гарри Каспаров. Да, вот, который выпустил, ну, сегодня есть такая интересная вещь, называется NFT, по-английски, или невзаимозаменяемый токен. Это, правда, уже несколько старое, но вот я в пятницу, да, в пятницу, в пятницу у меня была программа, как раз таки, я говорил о том, что, вот, что это такое, очень интересное investment, кстати, люди делают. То есть, что они сделали? Кто-то, допустим, ну, вот, хозяин Твиттера, да, который организовал Твиттер, он продал свой первый твит в этом электронном варианте, на этой бирже, продал за, в сумме, что-то там, 19 миллионов долларов, продал. То есть, есть люди сегодня, которые хотят быть, ну, коллекционеры, скажем, называемые, ну, к примеру, у них есть деньги. Вот они хотят быть, коллекционировать какие-то вещи. И вот создан невзаимозаменяемый токен. К примеру, да, значит, ну, кто-то написал картину, кто-то сделал копию этой картины, да, то есть можно заменить одну картину другой картиной, повесить в галерее, там, допустим, это не подлинник, а это копия. Ну, никто же не отличит эту копию, ну, ее уже не возьмешь на экспертизу, допустим. И говорят копия, там все копии, вообще подлинников там мало есть, никто же этого не знает, правильно? Вот здесь нет копий. Это единственный в своем экземпляре, единственный экземпляр, но в формате, допустим, голографическом, скажем так, формате. Который продается на платформе, который создал, ну, вот этот Виталик Бутерин создал Ethereum, продается на этой платформе вот такой вот NFT, сейчас токены они продают, да. И галерея в Эрмитаже, выставка картины в Эрмитаже будет проходить или уже прошла, не знаю. Но это было в этом году, короче говоря, в апрельном месяце было сообщение. Именно в этом варианте, вы представляете? То есть человек продал коллаж, взял коллаж из огромного количества картин. Там где-то, если приглядеться, то есть там вообще ничего не понятно. Какие-то там разного цвета точки, квадратики, кружочки. Но внутри этого картина, если под микроскопом посмотреть, то можно увидеть эти картины. Значит, что он сделал? Он собрал эти картины, сделал файл. И впервые в истории этот файл, файл, да, это не картина, это не произведение искусства. А, значит, дичитал вот этот вот вариант, он продал их за что-то там, не знаю, не помню, 160 миллионов, 69 миллионов. Что-то, в общем-то, какие-то огромные деньги продал эти вещи. То есть сегодня, ну, если мы хотим еще раз приобретать, и все будет, все будет больше и больше, и будет идти, все это будет развиваться и развиваться. Понимаете? Огромная возможность бухгалтеров, которые вот куда-нибудь, простите, не плю, везде бухгалтер. Ты чем занимаешься? Я бухгалтер. Вот. Бухгалтеров. Между мной бухгалтеров. Короче говоря, вот этих специальностей не будет. Понимаете? Будет какие-то другие. И этому научиться да можно. Дорогие друзья, давайте мы завершим. У нас уже час 20 минут. Я смотрю на экран. Идет передача. И это только начало. Просто это попытка. Были много людей, которые задавали вопросы. Ну, это попытка, скажем так, поговорить о актуальном. Вот это все действительно актуально. Но здесь огромное количество нюансов. Надо подходить, так сказать, поэтапно ко всему этому. Но, в общем-то, действительно, это серьезно. И это нужно. И это можно решать эти вещи все. Вот. Артем, я тебя благодарю. Спасибо вам тоже. Всем удачи. И до скорых встреч. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok